Время. Абсолютно безусловное ничто. Звучит ужасающе. Что такое абсолютно безусловное ничто? Это смерть. И поэтому, когда мы предельно рассматриваем время, то оно всегда оказывается смертью. Конечно, можно сказать, а зачем предельно рассматривать время вот так? Ну, а я тогда спрошу обратно, а зачем рассматривать в науке какое-то тело как абсолютно упругое, да, вот, или там абсолютно твёрдое? Для чего вообще, когда мы что-то познаём, мы всегда познаём нечто в его предельных границах? Потому что иначе мы вообще и познавать не можем. Но что касается времени, то здесь никого и убеждать не надо, да. Когда я произношу слово «смерть», вот это страшное, пугающее слово, а временем можно пугать. Время пугающее. И давайте об этом не будем забывать. Так вот, когда я произношу слово «смерть», то это значит, что я не только мыслю предельно в само время, как абсолютно безусловное ничто, это значит ещё, что вы все прекрасно понимаете, о чём идёт вещь, да. Потому что, как выражался Хайдеггер, каждый из нас с этим встретится, да. И если мы встречаемся с этим через других людей, то мы понимаем, что и каждый из нас с этим встретится, с абсолютно безусловным ничто. Но люди всё равно умудряются как-то объезжать эти темы. И вот когда Хайдеггер начинает свой разговор о времени, собственно, второй раздел книги «Бытие и время», в основном он начинает с этого так называемого известного термина «Бытие к концу», да, то есть со смерти, фактически, то точно же слышатся голоса, что какой мрачный тип. Хайдеггера ведь очень часто в этом обвиняют. Какой мрачный тип, да. Вот нет, чтобы вот там как-то с более чего-то хорошего начать, да, с более положительного. Вот нет, мы вот это все читаем, все эти ужасы уже были, да, вся эта тоска, весь этот страх. Как же ж так, вот это вот, всё вот это вот наполнено всякими отрицаниями, да. Вот. И в конце концов приходим к тому, что разговор о времени – это «Бытие к концу». Звучит мне очень радостно, не правда ли? Вот. Но тотчас же мы вспоминаем Кьеркигора. Уже вспоминала я его, рядом ставила, сейчас напоминаю. У Кьеркигора – это отчаяние к смерти, или болезнь к смерти. Значит, у Хайдеггера «Бытие к смерти» или «Бытие к концу», да. У Кьеркигора «Болезнь к смерти». Кьеркигор, значит, тоже у нас мрачный тип. Ну, конечно, мне скажут, что и Кьеркигор – мрачный тип, меланхолик, да вообще все философы, мрачные типы и меланхолики. Вот. Это понятно. Но Кьеркигор здесь видно хорошо, что он подмечает тот нюанс в данном деле, который Хайдеггер упускает. Кьеркигор подмечает, что не только понятие, это должно быть нами осмысленно, да, «Бытие к концу», к собственному концу, вот. То есть время. Это по большому счету и есть время. То есть это его предельное определение. Предельное определение времени есть «Бытие к концу». Дальше мы будем с вами разбирать, почему это так. Но Кьеркигор, он еще и подмечает ту характеристику, что это может быть некоторым заболеванием человека. То есть буквально отклонением, буквально какой-то патологией. В каком смысле? А вот в таком смысле, что когда мы прибавим сюда фразу из спинозы, то мы, наверное, на контрасте почувствуем, почувствуем в каком смысле. Фраза из спинозы, что вообще-то здоровый человек, нормально практически, так говорит нам спиноза, он должен думать о жизни, а не о смерти. Это вот вам, пожалуйста, еще один философ, еще один так называемый меланхолик, поскольку мы сказали, что все философы и меланхолики, да. Ну, то ли не все философы и меланхолики, то ли у них вообще там творится не то, что мы им обычно все приписываем. Скорее всего, второе, да, наверное. Все-таки это мы там им как-то цепляем ярлычки, а они там тусуются по-своему. Я тоже так думаю, что они тусуются по-своему. И тут характеристики печально или радостно не подходят. Значит, вот в этом смысле, противопоставляя спинозу к Еркигору, мы можем увидеть, что, хотя наше время в предельном его значении это бытие к концу, но, собственно, это еще не говорит о том, что мы постоянно должны, как так говорится, именно туда и устремляться. Что мы постоянно должны быть рабами, заложниками времени или его слугами. И Кьеркигор подмечает такую деталь, что можно подпасть, подпасть вот под это тягостное бремя времени. Можно приобрести болезнь или отчаяние к смерти. А спиноза нам напоминает, в свою очередь, что лучше не надо так делать. И что если мы здоровы, и все с нами нормально, то мы вообще-то думаем о жизни. А я добавлю к спинозовской фразе, что именно думая о жизни, мы впервые верно думаем и о смерти. Только на таком основании. Поэтому я здесь согласна и с Хайдегером, и с Кьеркигором, и со спинозой. Главное научиться верно их понимать. Что они нам рассказывают. Что они нам хотят рассказать. Так что желательно не спешить с выводами типа, так что же нам думать о смерти, или нам думать о жизни, там и так далее, и так далее, куда же нас направляют. Желательно не делать скороспелых выводов, а стараться понимать вообще. Для начала нужно уметь вести об этом разговор. Для начала нужно развернуть речь об этом, чтобы Логос получил возможность высказаться и хотя бы показать нам что-то, чтобы мы что-то увидели вообще по поводу этих вопросов всех. Вот этот же, знаете, извечный вопрос человека, жизнь и смерть. Это вопрос не просто философский, это вопрос наш, общечеловеческий, вопрос жизни и смерти. А вот какое он отношение имеет к философии, или философия какое отношение имеет к этому вопросу. Или как этот вопрос входит вообще в состав философии, как философы отвечают на этот вопрос, и каким образом он связан со временем. Ну и сейчас, когда мы с вами так вот-вот говорим, наверное, уже становится видно, что напрямую связан со временем. Раз время и есть, собственно говоря, это бытие к концу, раз время и есть смерть, то, в общем-то, вот мы с вами приблизились к этому вопросу. Мы приблизились с вами к вопросу жизни и смерти. И вопрос жизни и смерти есть вопрос времени. Так что, в грубом приближении можно прямо говорить, что вопрос жизни и смерти это вопрос времени. Итак, время как смерть, кстати говоря, есть вообще первый исторический феномен времени для человека. Дальше мы будем с вами рассматривать это. Я всего лишь сейчас хочу вам это подбросить, как семя некоторое, которое в последующем будет разворачиваться, что человек вообще не открыл бы никакое время от слова совсем. Если бы он просто, как мы считаем и думаем, наблюдал бы там звезды, там как они, ну, солнце, понятно, да, встает, заходит, да, день, ночь, понятно, да, там смена времен года, да, мы же говорили по канту время это постоянство, а на фоне постоянства какая-то смена, да, и вот нам кажется, что человек открыл время, наблюдая постоянство, а на фоне этого постоянства некоторую смену. Постоянство это у нас звездное небо, да, над головой, хотя потом стало выясняться, что звезды тоже движутся, да, ну, для человека первоначально это было постоянство, вы же знаете, что в античности космос, это просто-таки незыблемая мировая структура, вот, а вот это вот солнце ходит туда-сюда, да, там сезоны сменяются, человек рождается, умирает, да, типа вот это вот все такое, и человек начинает задумываться, а вот еще такое время, да нифига подобного, в том-то и дело, что необходимо показать, и показать это нужно обязательно, как я считаю, что вот это вот восприятие времени, которое мы фиксируем, как некоторое первое, вот, и которое, в общем-то, нужно назвать круговым, почему, потому что оно цикличное, вот так, вот это день-ночь, день-ночь, да, лето-осень, зима-весна, да, оно вовсе не первое для человека, это так только кажется, на самом деле, человек не мог бы отследить, ему нечем было бы соотнести это и выделить в отдельный термин, если бы у человека не было понятия некоторого предела, а что такое предел? Предел это в самом общем смысле какая-то конечность, а что такое конечность? Вы же улавливаете уже, да, то, что мы говорили, бытие к концу, да, вот эта вот конечность, это и есть на феноменальном языке смерть, конец, смерть, и поэтому вот крайне важно понимать следующее, что впервые человек знакомится со временем как раз через смерть. Собственно говоря, мы должны представлять человека в его очень-очень ранних архаичных стадиях развития, как такое существо, которое наталкивается в своей жизни на смерть своих собратьев. и вот эта смерть своих собратьев впервые прорезает на нем где угодно, где хотите, в его голове, мышлении, сознании, в его отношении, вот эту трещину она прорезает, шрам делает, да, вот этот предел, вот только что тот, кто разделял мое бытие был живой и двигался, и вот он мертв. И если вы задумаетесь так крепенько задумаетесь о том, почему животное не может впустить в себя этот предел, а это очень хорошо видно, что животное тоже ощущает, когда его детеныш там умер и так далее, да, я уже этой темы не касалась, но я предупреждаю вас, что при нашей работе, при таком регламенте, какой у меня, я читаю уже там 151 лекцию, то естественно вы понимаете, что я буду затрагивать некоторые темы и по два, и по три раза, вот они как бы возвращаются, протекают под разными углами, так что если кому-то это прозвучит просто скучным повторением, то это не так. Животное натыкается, но не может, как это говорится, впустить это в себя, а человек был вынужден впустить, и человек смог впустить только потому, что у него уже было бытие, у него была нераздельность его жизни вот с этим другим, а теперь это другое умерло, и значит трещина, а у животного, которое тоже переживает смерть своего детеныша или партнера, нет этой нераздельности, он все равно отдельный, существует это животное, и поэтому оно не впускает этот предел, оно отталкивает, рано или поздно оно отталкивает, или же остается вот в этом состоянии, так и остается в этом состоянии, вот говорят, что лебеди, пары лебедей, если один из пары погиб, то лебедь уже ни с кем не сходится, это означает, что животное так и осталось в этом состоянии разрыва, но это с другой стороны не говорит о том, что лебедь понимает, воспринял смерть, он как завороженный находится в ней, а человек был вынужден воспринять вот этот предел эту смерть, значит впервые время в нашей человеческой жизни, еще может быть даже в доисторической, потому что во всех примитивных племенах мы уже обнаруживаем знание времени как смерти, значит далеко-далеко еще там до всякой архаики, такой, которую мы называем примитивной, человек уже столкнулся со временем как смерти, и только на основании такого времени, времени как смерти, затем значительно позже и уже в достаточно оседлых цивилизациях, которые могли вести постоянный некоторый образ жизни, появляется круговое время, цикличное время, где предел, вот этот предел, о котором получил понятие человек через смерть, начинает двигаться по кругу, то есть он полагается, потом он опять снимается и потом снова полагается, да, как это природа что-то рождает, да, это рожденное потом умирает, но природа снова будет это рождать, да, праздники плодородия, землеродия, да, потому что мы хотим, чтобы природа снова, да, дала нам свои дары, вот это понятие уже цикличного времени для человека и то, каким образом время вообще само себе, само себя предоставляет человеку, это крайне важно, это нам подсказка, а время предоставляет себя сначала как время смерти, а затем как циклическое время, вот эти две формы времени, они называются доисторическими, поскольку когда начинается время как история, время становится совершенно иным, вот, оно приобретает разные специфические окрасы, это тема следующих лекций, там есть античное время, есть иудаизм, есть христианство, есть новые века, да, новое время, то, что мы называем время просвещения и так далее, и там время испытывает различные метаморфори, но мы давайте пока вернемся, еще не будем так далеко забегать, я всего лишь сказала об этом грозном положении времени, да, прямым текстом, что первое, с чего мы исходим и начало это смерть, и давайте не будем упрекать Хайдеггера в том, что он об этом пишет только потому, что он так называемый пессимист, или ему чего-то в детстве не хватало, значит, мы с вами нарисовали достаточно, мне кажется, яркую картинку, вот, какой-то структуры, сейчас я ее уже окончательно, так сказать, подзавершу, чтобы пусть она уже будет таким некоторым монументом даже, вот, наших воображаемых приключений, памятником этим приключениям, ну, я шучу, еще разочек, давайте проговорим, значит, первое, что должно быть для нас важно, это бытие, да, рядом с бытием, мы сразу же, я уже теперь со временем, мы сразу же можем поставить и ничто, вот это ничто, которое стоит рядом с бытием, оно, собственно говоря, есть время, можно так сказать, что оно есть некоторое семя времени, зародыш, да, но вот это оно и есть, абсолютно безусловное ничто, или смерть, дальше идет материя, как расщеп, мы с вами договорились, да, об этом, вот, дальше материя порождает наши реальные основания, то есть отдельного человека, и отдельный человек и есть сущность, напоминаю вам, что я раньше об этом имела возможность, там долго или недолго, но кажется, я об этом что-то там уже излагала, что сущность и есть один человек, вот это вот то, что мы называем сущностями, это, собственно говоря, и есть реальные основания, то есть они вымеряются по человеку, вот как человек есть реальные основания, есть сущность, суть всего-то, того, что появилось, вот точно так же по нему измеряется, собственно говоря, и все, на что человек смотрит, все, с чем человек имеет дело, он тоже относится к этому как к сущностям, на другом языке это означает, он относится к ним как к реальным основаниям, к таким же реальным основаниям, каким он является и сам, когда мы задаем вопрос, наш любименький вопрос, у нас очень много таких любимых вопросов, которые мы холим или леем, и нам они кажутся такими милыми и привлекательными, вот, или такими сногсшибательными, мы спрашиваем, реален ли наш мир, или это все нереально, и ждем ответа, неизвестно кого спрашиваем и неизвестно от кого ждем ответа, вот теперь, когда мы с вами вот так повоображали, вот так поговорили, вот так помыслили, скажите, не кажется ли вам, что этот вопрос выглядит довольно по-детски, вы, конечно, можете сказать, что наш мир нереален, да, но при этом это будете говорить вы, да, а вы и есть вообще-то та самая реальность, да, которая говорит о нереальности всего остального мира, вот, на самом деле, вы сейчас представляете, отрицая все остальное, вы сейчас представляете из себя просто ту реальность, которая не желает признавать как говорится партнера своего реального партнера, да, другого человека как реальность и всего и все остальное по образу этого отношения не желает признавать как реальное. Ну, можно это сделать, конечно, кто же против, но тогда говорите сразу, что и вы сами тоже нереальные. То есть вообще-то так и говорят в конце концов, то есть до этого договариваются, бредят, 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 бредят и договариваются в конце концов до того, что и мы сами нереальны, и мы сами чья-то программа. Но вот это вот всегда выражение чья-то программа, оно меня всегда веселило. Но если мы чья-то программа, то это чья-то и есть тогда реальность. То есть вы, конечно, все так натужно упраздняли, но точно же все-таки что-то положили. Поэтому, собственно говоря, отрицать реальность, это значит отрицать вообще всё. То есть и ничего вообще нет, так что можно не открывать рот и не начинать говорить. В такой ситуации безразлично вообще, что вы скажете. С таким же успехом можете сказать, что и всё реально. Поскольку раз всё нереально, то вообще можно расслабиться. Так что вот реальность, ребята, она появляется на этом уровне. Если нет материального расщепа материи, то, собственно говоря, нет и реальности. Потому что вот становление, о котором мы ведём речь, оно реально в абсолютном смысле. Это нам неизвестно, что такое. Это нам вообще непонятно. А мы имеем дело всегда со степенями реальности какими-то, естественно. И поэтому вопрос для нас, человеческий вопрос о реальности, это вообще-то, если так задавать его серьёзно, не по-детски, он нас должен всегда отсылать к тому, что является основанием. он нас должен отсылать к одному человеку, да, и, соответственно, другому человеку, да, вот, и к тому, что мы различаем, что мы способны различать. Вот это и будет наша реальность. Если мы правильно зададим все эти координаты, то вопрос о реальности разрешится как бы сам собой, да. Теперь, ну, конечно, это я, наверное, уже слишком сказала, разрешится сам собой, но я имею в виду в такой детской постановке разрешится, да, вот эти вот всех безобразий не будет по типу того, что мы сидим дома в кресле и начинаем вот рассуждать, а вдруг мы нереальны, да. То есть вот даже не понимая, что вообще это значит. Конечно, вопросы серьёзные останутся для нас, поскольку там, где существует реальное, там существует и и реальное, да. Вот, мы любим это всё, вот, моментально же воссоздавать все эти противоположности. Вот. Будет у нас время, мы как-нибудь ещё об этом поговорим. Давайте дальше. Сущности. То есть вот сущности, они появляются как реальные основания, как данности. Сущности это данности. С ними можно что-то делать, и их можно воспринимать, и так далее, и тому подобное. А что же тогда такое существование? Раз уже мы сейчас вот монументальную такую картинку завершаем, я же говорю, вот, полотно уже выписываем, вот, расставляем всё на свои места, какую-то такую странную структуру задаём, да. Мне это немножко напоминает этот Кантовский, Кантовскую схематику, да, ну, пусть так будет, да, у меня вот своя схематика. А что такое тогда существование? А существование – это реальное основание, которое наполняется всем возможным бытием. То есть вот вы реально существуете в человеческом мире, да, и вы, как это реальное основание, наполняетесь всеми возможными отношениями к сущностям, к другим людям, да, вообще бытийными отношениями все, в том числе и отношениями к самому себе вы наполняетесь. И вот это вот всё наполнение, всё это многообразное отношение, многообразные способы отношений, в общем-то и называется словечком «существовать». «Существовать» – это значит быть сущностью, быть реальным основанием, которое бытийствует, то есть наполняется всем этим как-то. Поэтому существовать в каком-то роде, конечно, прекрасно, да, потому что это и быть реальным, это означает быть реальным. И наши дорогие товарищи, которые рассуждают о нереальности мира, они все сплошь, вот, на самом деле любят существовать, вот, и обычно они рассуждают об этом, кому-то сообщая по интернету о том, что, знаешь, Петя, приветик Пете, да, приветик Артур, приветик Ваня, а ты знаешь, что мы все нереальные, да, и при этом они, вот, испытывают кайф от этого существования, обмена мыслями и так далее, вот. Не догадываясь о том, что вот это вот же их существование, оно точно же отменяет их мысли о том, что они нереальны, вот. Потому что только реальное основание, собственно говоря, и может заниматься таким вот делом. Ну, вот такая структура, и в этой структуре все внешние отношения, которые складываются, протягиваются, мы уже говорили, да, представляют из себя протяжение пространства, так. А время, оно входит сюда вместе с бытием, как некоторая расщепленность тоже. Об этом опять же речь дальше. Главное, что я вам хотела сказать, это вот что. Что если правильно понимать вообще все эти термины, то мы должны вообще-то сказать следующее, что пространство материально и время тоже материально. Это интересное высказывание. Оно для нашего уха звучит совершенно неприемлемо. Но мы же привыкли под материей понимать всегда или вещество, или поле, или что-нибудь такое, вот такое и этакое, да. Вот поэтому оно как-то звучит нехорошо, да. Нам кажется, что ни пространство, ни время, ни материальное. Ну, может быть, пространство еще куда ни шло и то, а время материальное, ну, вообще, конец всему. Между тем, это так. И так же, как мы говорим о материи, что она пространственна и временна, точно так же мы должны говорить, что пространство материальное и время материальное. Я, собственно, намекала на это уже и говорила, что они все, как это сказать, рядом, близко, да, друг с дружкой. Правда, не совсем все одинаково у них, естественно. Иначе бы и не было различных терминов. Нет, там большие, большая есть разница. Мы сейчас уже обсуждали это все. И все же, вот это допустимо. Если мы так собираемся понимать, что материя пространственна и временна, а пространство материальное и время материальное, и даже больше того, я вот всегда это говорила, что пространство само временно, а время пространственно. И вот когда мы так говорим, мы хотя бы пытаемся уловить некоторые переходы между этими терминами. И это очень красивые переходы, если их начинать разбирать. Не по-детски, не по-детски, а как-то так серьезно. Это действительно красиво. И именно потому, что вот это имеет место быть, то там, то здесь, иногда в философской литературе встречаются какие-то такие гипотезы, что вообще-то мы же время превращаем в пространство или ко времени относимся пространственно. Да, ребята, но это вполне допустимо, потому что авторы, которые об этом пишут, как-то очень удивлены, или считают это ошибкой. На самом деле это не ошибка. Все зависит не от того, что вы так сказали, все зависит от того, как вы будете с этим поступать. То есть как вы вообще это рассматриваете? Вы в состоянии рассматривать их на таком уровне, когда время пространственно? Вы в состоянии рассматривать пространство, что оно временно? Ну, с пространством всегда полегче. И то, что пространство временно, так где-то уже соглашаться пора. Я уже не говорю про то, что там Эйнштейн-то напридумывал, что при скорости света время замедляется. То есть подбираемся, даже со стороны науки мы к этому подбираемся, к каким-то связям. А философия тут прям-таки иногда хочется сказать, что она прям-таки тормозит. Уже давно пора вообще все эти темы раскручивать. Они только спорадически появляются. То там, то здесь. Я вот, например, когда интересовалась и интересуюсь этой темой, то нужно, ну, я не знаю, это не отдельные книги. Это вообще вся история философии, по которой надо, как говорится, видеть, как это то там, то здесь проявляется, да, появляется вот это вот какие-то такие вопросы. А как вот он связан? И вот эти все наши заявления единый пространственно-временной континуум, там в физике он связан, да? Ну, он в физике связан, понимаете? Он в физической реальности связан. А как у нас он связан, да? Как он вообще связан, когда по-человечески мы ставим вопрос, да? То есть, мы сейчас с вами вот так беседуем, ну, вы же понимаете, что это такие вопросы, которые... Мы как дети еще по отношению к этим вопросам. Мы это тыкаем куда-то там пальчиком, вот. Все это на несерьезном уровне еще происходит. Это не значит, что я несерьезно к этому отношусь. Это означает, что мы еще не доросли до масштабного осмысления таких проблем. Но заранее наперед я вам говорю, что все это не просто вполне допустимые выражения, а это прямо-таки необходимые. Снова и снова настаиваю. Вот. Так и надо мыслить. И время, что материально надо мыслить. То есть, вот в таком отношении к материи его надо брать. Время надо брать в отношении к материи. Время пространственное надо брать время в отношении к пространству. И так далее. Ну, вот такая структура. В крайнем случае, в этой структуре мы услышали что-то о самых предельных терминах и понятиях философии, да? Вот стоило нам только попытаться ухватить время за его коротенький хвостик, да? За который очень трудно его ухватить. Оно убегающее. И точно же нам пришлось говорить и о всех предельных понятиях философии вообще. Это, конечно, не случайно. И мы сказали о них, да? Мы сказали о становлении. Мы сказали о бытии, о материи, о реальности, о сущности и о существовании. И если раньше мы с вами это как-то там логически где-то разбирали, да? Потому что у нас была такая там проблема. Стояла там. Вот. С логической стороны я там разбиралась с Бертаном Расселом что-то там. Вопрос был связанный, да? По поводу вот этого бытия в разных значениях, если вы помните. То теперь мы это можем увидеть все более реальными глазами. И прикоснуться к этому, прикоснуться ко всем этим предельным терминам, которые вообще возникают в человеческой голове. Вот видите, какие шутки с нами шутит вот это вот время. Недаром следует его опасаться. Кстати, о хвостике времени. Снова забегая вперед, когда я начну рассказывать вот эти исторические этапы, которые проходят, феномен времени, то есть шутковый феномен времени, как время само себя показывает человеку или предоставляет. там мы коснемся древних греков. И у древних греков понятие кайроса, то есть мгновение ока, вот этого счастливого, благоприятного момента. И древние греки рисуют его таким вот быстрым, подвижным, с прядью волос, за которые надо успеть ухватиться, потому что как только оно к тебе подбежало, оно точно же от тебя убегает. И если ты за него не ухватился, то ты остался ни с чем. Вот этот вот мой хвостик, он очень мне напоминает эту прядь. Вот оно, время оно всегда вообще такое. Попробуй за него уцепись. Оно настолько гладкое, что прям тянет назвать его абсолютно гладким телом, за которое нельзя ухватиться. Если бы время только можно было назвать телом. Так, ну вот, исходя из этой структуры, вот эта вот ничтойность, она предстает в конечном счете после того, как проходит через расщепление материи, как говорит Кант, она проходит, восходит, да, в этом своем расщеплении во что-то, да, в то, собственно говоря, что мы и называем временем, потому что рядом с бытием находится вот это абсолютное ничто, абсолютно безусловное ничто. Оно, проходя через вот это материальное расщепление, фактически возникает где? в реальном основании самой монады, то есть в вас. И что она там из себя представляет? Она из себя представляет там вот эту неустойчивость монады, то есть внутреннюю расщепленность монады. Можно сказать это таким словом, назвать как неполноту. как будто вы как монада были шаром вроде бы, чем-то цельным, да, но что-то дало трещину и вы как бы чуть-чуть растресканные, да, получились, с трещиной. Вот неустойчивость этой монады, неустойчивость этого реального основания и есть время, неполнота. И вот оно, это бытие к концу, оно появляется как некоторое внутреннее отношение монады. и это позволяет там канту написать, что пространство и время это же внешние созерцания, да, как мы с вами договорились, внешним образом их можно созерцать, потому что это внешние отношения, да, а время это внутренняя проблема, да, внутренняя проблема самой реальности. если реальностью является другая сущность, не обязательно ваш партнер, партнером я называю вот другого, да, другого человека, ты, монада, другая сущность, которой мы тоже относимся как реальному основанию и тоже относимся как монаде, хотя это условно, то есть вот здесь уже появляется условность, да, когда я отношусь к другому человеку, я имею совершенно адекватные реальные отношения, да, он тоже реальное основание, а когда я отношусь также к вещи, там, к столу, к молотку хайдегеровскому, да, к чему угодно, к автомобилю своему собственному, или даже к небу, красивому небу у меня над головой, вот, я ее тоже собираюсь видеть как монаду, то есть как реальное основание всего того, что мне дано, то есть субстанционально, я ее пытаюсь видеть сущностно, да, то здесь допускается некоторая условность, почему условность, мы же говорили с вами об этом, она не живая, да, а я живой, у меня другое реальное основание, но я ее вижу по своему реальному основанию, и вот из-за этого и происходит огромнейшая путаница за тем в человеческом познании вообще, из-за того, что он вначале относится так, да, собственно говоря, и в конце, иначе он и не может относиться, вот, мы ко всему относимся так же, как, собственно говоря, мы в последней инстанции относимся и к людям, вот, а оно другое, оно другое, оно из другого космоса, нет, это, конечно, наш космос, да, но вы понимаете, почему, да, у него материя другая, неорганическая материя, там свое расщепление и свое единство, или даже вы относитесь так живо к вашему песику, к вашей кошечке, к вашему другу, да, там, к птичке какой-то пролетающей, вы так же относитесь монадно, захотели бы вы даже отнестись к ним иначе, у вас бы не получилось, вы сами есть, вот эта реальность, то есть, как это передать, ну, мы можем по подобию, да, попытаться, как будто представить, что мы сами вот это животное, да, и как бы разделять с этой птичкой ее существование, но вы же понимаете, что это снова будет условность, да, вы на себя накладываете ее уровень и условно как будто переходите на этот уровень, но на самом деле вы остались здесь, да, вы остались человеком, вот, точно точно так же и она, когда вы ее сюда пригласили в свой мир, вы ее пригласили условно, а на самом деле она осталась птичкой, а на самом деле она осталась вот тем животным, вот, и быть тем же самым вы могли бы только в одном единственном случае, если бы как нам рассказывают индийские философы, да, вы бы переродились и в следующей жизни родились бы свиньей, ну, некоторым бы подошло, я шучу, конечно, если бы вы родились птичкой, да, птичкой, ну, некоторые, наверное, вот, бы тогда рождались и поросятами, и бабам, кому бы что досталось, ну, вот, тогда бы они могли, да, не условно, да, чувствовать это, а безусловно, а сейчас мы условно, условно наделяем этой реальностью собственной монады, мы условно наделяем горы, скалы, человеческие предметы, живой мир вокруг, и только по отношению к человеку, это становится безусловным для нас, эта реальность становится безусловной, все остальное условно, но представьте, сколько здесь ошибок в познании, сколько здесь иллюзий, сколько заблуждений из-за всего этого возникает у человека, потому что он никак не может вот расщепить, провести вот эти границы, как вообще ему вот это познавать, точно же появляются вопросы, так значит мы не можем объективно ничего знать о мире, вот, мне точно хочется посетить товарища, аж вы вообще понимаете, под объективностью, ёлки-палки, то есть там путаница идёт сплошная, я сейчас даже не буду в неё погружаться, прям-таки нет никакого настроения, значит их реальность не наша, просто поймём, ещё раз и ещё раз, я со стороны материи вам говорила, а теперь говорю со стороны реальности, да, их реальность не наша, они тоже реальны, кто же говорится в здравом уме это будет отрицать, а тем паче они реальны в нашем человеческом мире, в нашем человеческом мире они более реальны, чем сами по себе, вот так тоже можно красиво завернуть, это будет правильно, потому что птичка, которую я вижу, более реальна, чем та птичка, которая сама прыгает по деревьям, это правда, очень трудно это понять, да, но давайте я так скажу, птичка, которую увидел поэт, и которую воспел в своем стихотворении, еще более реально, чем птичка, которую я увидел, потому что у меня нет такого голоса, я не могу, допустим, воспеть эту птичку, а он ей придал еще больше реальности, еще более высокой реальности, вот так получается, то есть вот этот камень, на котором я сижу, и поглаживаю его рукой, и чью поверхность я ощущаю, сейчас мне на нем хорошо сидеть, кайфово, да, вот солнышко греет, и я прям ощущаю этот древний камень, и как-то он сливается с моим телом, в этот момент я придаю ему такую реальность, о которой сам камень и мечтать не мог, ну извините меня за такие обороты, потому что камень груди как не мечтает, да, но все-таки все равно это так, у него другая реальность, вот, а у нас своя реальность, но мы наполняем, когда мы их приглашаем в свой мир, вот, когда мы их видим через свой мир, они приобретают эту дополнительную реальность, вот так вот, и, конечно, когда мы пытаемся идти туда, в тот мир, то тоже пытаемся впустить иную реальность, как-то соотнести, да, со своей, все это происходит, но это не повод для того, чтобы совершенно смешивать и стирать все эти границы, я не за то, чтобы мы проводили какие-то стены, поймите меня правильно, вот, то есть, я не за то, чтобы, как это, человек жил в человеческой резервации, да, животные жили в животной резервации, а камни жили в каменной резервации, ну, вы же понимаете, что это вообще, то есть, если такое делать выводы из моих слов, то тогда лучше не надо и слушать лекции, потому что я не за это, да, я как раз за то, что вообще такие резервации немыслимы, мы живем в едином потоке становлений, мы живем в этой единой вселенной, и чем больше мы допускаем одну реальность другую, тем наш мир богаче, и наше существование богаче, кстати говоря, вот, мы обогащаем друг друга своими реальностями, и на уровне человек-животное, и на уровне человек-и-человек, даже на нашем уровне, мы друг друга обогащаем, да, наше существование становится полноценнее на самом деле, и то, что сейчас там все забиваются по своим нормам в основном, вот, то это только за счет того, такой перегиб может быть, люди как бы атомизируются, да, очень сильно прекращает сообщение между людьми какое-то, вот, какое бы желалось, оно за счет только того, может происходить перегиб, что на самом деле масса людей вбрасывается в тот же самый интернет, который снимает их атомарность и в какой-то степени делает их интерсубъективными, да, то есть, такими гражданами мира, да, вот за счет только этого перевеса мы и удерживаемся, если бы у нас не было вот этой второй половины, мы бы уже давно рассыпались, потому что вот эти вот, вот эти вот обогащения, они неустранимый закон, закон нашей реальности, они нам необходимы, но мы живем вот такой период, когда все протекает вот так, это связано еще с историей становления человека, а не просто с тем, что я вам сейчас рассказываю, вот, никаких резерваций, ребят, соблюдение знания границ помогает лишь глубже проникать куда-то, не путаться, потому что когда мы начинаем путаться, вот как раз когда мы начинаем путаться, у нас как-то обрубаются все подлинные связи, мы запутываемся, мы запутываемся часто даже с самих себя, так что все мои призывы как раз к более глубокому проникновению реальности друг друга, вот, и не удивляйтесь, что когда вам говорят вообще о реальности, вы всегда сталкиваетесь с массой различных уровней реальности, сейчас вы должны были понять, да, что это нормально, это как раз хорошо, это хорошо, это правдиво, а то есть некоторые, которые считают, что реальность вот только одна, вот, других реальностей нет, ну, это опять же вопрос, то, если мы к единству рассматриваем, в конечном счете, да, она только одна для человека, да, понимаете, в конечном счете мы об этом говорили, вот, но в существовании, самом существовании, возникает масса всяких разных реальностей, с которым нужно уметь иметь дело, время, вернемся ко времени, которое как производящая причина, смотрите, сколько уже наплодило, да, это время, все, а само продолжает оставаться ускользающим, ну, точно как в бытие, недаром их рядом ставят, да, производит и производит, да, производящая причина, из нас всякое разное вылазит и вылазит, да, само как бы все время остается в тени, но не совсем, то есть мы сказали, что это характеристика внутренней неустойчивости монады, да, она, к сожалению, реально, но движется к концу, да, вот, за счет времени, и таковы же и все остальные сущности, которые мы видим в мире, иначе видеть мы не можем, это мы так устроены, обычно говорят, мы освобождаемся от своего устройства и видим мир объективно, господи, боже мой, но на каком-то уровне, о котором вы все время болтаете, это действительно так, то есть мы освобождаемся от своих прихотей, желаний, настроений, там, я не знаю, чего там, ветерка в поле, еще там чего-то, что могло бы нам помешать, да, от своих там каких-то дурацких комплексов, еще от чего-то, понятно, и видим объективно, то есть закономерно, ну, ребята, речь сейчас идет вообще о каких-то принципиальных вещах под названием человеческое, это человек смотрит на мир, это человек понимает его, и в конечном счете, давайте скажем так, умная материя, так вот умная материя, она вот так видит мир, поэтому она и умная, она его видит вот так, как монады порожденные, как мы с вами только что описали, вот, и эти монады надо признать совершенно все в какой-то степени неустойчивы, то есть они все равно движутся к своему концу, за счет вот этого абсолютного становления, они не могут иначе, они движутся к концу, про них можно было бы сказать, что они, ну, почти, почти, некоторое совершенство, да, и только вот в них есть какая-то червоточинка, да, вот червоточинка есть, и через эту червоточинку они, они, вот, и не обладают той полнотой реальности, которая обладает абсолютной реальностью, так, что абсолютно для всего, без разницы, да, а мы, хоть мы и умная материя, и в некотором роде, дальше, наверное, тоже об этом скажем, что умная материя, она в некотором роде предстает как аналог становлению вообще, вот, она как некоторый его такой тоже дубликат определенный, то есть она пытается быть, умная материя пытается быть абсолютной реальностью, но, несмотря на это, она имеет дело со временем, и время из подваль, с изнанки, догоняет ее, да, и показывает ей, что она не есть абсолютная реальность, да, однако, снова скажу, что когда мы ведем речь, допустим, там, о человеческом мышлении, да, о культуре, смерть уничтожает реальных индивидов, да, а мышление продолжается, да, этот человек, который мыслил, ушел, а культура продолжается, Гомер написал Одиссею или Аду, да, а ее читают и по сей день, и вот здесь снова мы вспоминаем эту фразу, смерти больше нет, да, вот это и есть то, что я сказала, что человечество претендует стать само, стать абсолютной реальностью, как бы аналогом становления, оно претендует отменить время в некотором смысле, все это такие тонкости, тут грубо так вот, как это, говорится грубо, да, всегда, потому что вот так набрасываем, набрасываем, вот, но нельзя это так и продолжать дальше рубить топором, вот, когда что-то наброшено, то дальше нужно не двигать, а не останавливаться, а как бы попытаться все это расширить, нельзя так сказать, вот, что там времени вообще нет, да, мы будем с вами потом говорить о вечности, как она понималась в человеческой истории, вот, и вечность содержит в себе время, содержит время, но только преобразованное очень, трансформированное время, но в целом можно сказать, что человечество, оно как бы дает запрос или, скажем так, дерзает, оно находится в таком положении, дерзновение отменить смерть, никто из других реальностей, до сих пор, так сказать, порождаемых этой вселенной, на это не претендует, даже если там какие-то, как говорится, звезды существуют миллиарды лет, да, и берут эту вселенную за загривок тем, что длительность их жизни колоссальная, да, то в конечном итоге, мы знаем, да, в конечном итоге мы получаем вместо звезды там какой-нибудь белый кармик, да, или какой-нибудь другой кармик, так, а тут вот это вот дерзновенное человечество, которому там без малого там что-то, что-то там, ну, как сейчас говорят первые гоминиды, там, может, 6 миллионов лет назад, да, назвать их человечеством можно, нельзя, ну, пусть нам 6 миллионов лет, да, так скажем, вот, и вот мы дерзаем, мы дерзаем против смерти, мы дерзаем против времени, то есть отрицать такое дерзновение со стороны человечества нелепо, другое дело, что же получается, да, что, нельзя сказать, что и преодолена, да, смерть там или время, вот, но дерзать-то дерзаем, и вот это дерзновение, оно тоже очень много говорит вообще о том, что значит время для умной материи, здесь кардинально все отвечается, время для умной материи это вопрос вопросов, и вот мы, описав такой круг, возвращаемся к тому, с чего начали, это вопрос жизни и смерти, да, для умной материи, и она дерзает, она дерзает стать новым становлением вообще этого космоса, например, когда мы там друг другу поверяем свои мечты, что человечество разовьется, да, до таких степеней, что станет осваивать космос, сознание проникнет вообще в эту безжизненную материю, да, материи мы называем здесь вещество, а не то, что я называю, мы же, вот когда мы так мыслим, это же мы и говорим вообще-то другими словами, что мы сами хотим стать вот этим вот всем, да, мы сами хотим стать вот этим становлением, мы хотим переписать, да, весь наш ставший без нас космос, мы хотим его сделать осмысленным и сознательным, а это вопрос победы над смертью, это вопрос победы над временем. за это всё как всё